Друзья, привет! Это вторая часть моего видео про покупки. И здесь я вам расскажу о джинсиках, шарфиках, пальтишках, маечках. Если вам интересно, то, конечно, смотрите. Друзья, как я уже говорила, для меня найти нормальные джинсы это очень тяжело. Но я это сделала от него хорошие длинные джинсы, вот такие темненькие. И мне нравится то, что у них завышенная талия, что очень актуально зимой. Если холодно, все нужные места прикрыты. И девушки, я вас прошу никогда не ходите с открытой спиной, потому что это может вести за собой очень эмитивные последствия. И сейчас такое небольшое лирическое отступление. Я хочу затронуть такую тему, как покупки одежды в секонд-хенде. Я сама с недавних пор только буквально полмесяца-два назад начала ходить в такие заведения по причине того, что на меня в нашем городе нигде я уже найти одежды не могу. Она просто исчезла. Я девушка высокая, стронная, и стандартные одежды на меня чисто не подходят. Мне нужно было купить пару футболочек или мачек для тренировки под спиной на штаны, а также для того, чтобы носить под свитерки зимой. И мне сказали, пойди туда, посмотри. У нас есть полуфирменный секонд-хенд, если можно так выразиться. Вот, и я пошла туда. Первый раз, когда я туда зашла, у меня, конечно, глаза разбегались. Я не знала, куда идти, что выбирать, как выбирать. Но после двух-трех раз я уже поняла, на что стоит обращать внимание. И хочу вам дать несколько советов, если вы вдруг захотите туда пойти, или не знаете, на что нужно обращать внимание. Я выбирала майки, поэтому я обращала внимание, во-первых, это на качество майки, то есть на состав. Старалась брать, чтобы был состав листопроцентный катон, то есть хлопок, или хотя бы 90% хлопок с какой-то 5% добавкой. Опять же, обращала внимание на длину, на форму, на вытянутость, чтобы не было пятен вот здесь, вот в этой зоне. Также на катышки, на самой мальчике, и на то, как она себя будет вести во время использования, чтобы она не растягивалась. И знаете, что самое интересное? Я, не имея практики, я выбрала такие классные вещи, что, главное, они фирменные. Та же фирма H&M, New Look, Dorothy Perkins, по-моему. Руки просто сами брали и вытягивали эти вещи. Я вам покажу, сколько я всего классного купила. Может, я вас тоже смотивирую сходить и посмотреть что-то для себя. Я надеюсь, вы тоже к этому хорошо относитесь, потому что я в этом не вижу ничего такого. И смотрим, что я купила H&M, состав отличный, ткань отличная, скидет классно, не обтягивает сильно. И очень удобно ее носить под какой-то одеждой. Она очень удобна и приятна к телу. И что самое главное, если вдруг я нечаянно покроюсь потом, если буду бежать на работу опаду, то она не даст никакого запаха. Следующие мальчики я тоже ношу под одеждой. Она тоже очень хорошая по качеству, по длине. Не хорошо носится, не скатывается. И что самое главное, она тоже не выделяет никакого неприятного запаха. Следующую футболочку, то есть мальчику, я выбрала для того, чтобы ходить мне на тренировку под спортивные штаны. Или просто ходить по дому. Во-первых, мне понравился цвет. Мне понравилось то, что она качественная. Спереди она немножко укороченная, сзади она подлиннее. И мне по фигуре очень подошла хорошо. И это уже просто суперская вещь. И еще, думаю, недавнее приобретение. Это вот такая черная, обалденнейшая, просто суперская маечка. И я просто от нее балдею. Я бы из нее просто не вылазила. Она мне подошла просто суперидеально. Это, наверное, номер один со всех моих мальчиков, которые у меня вообще были в жизни. Следующая вещь была куплена мной, опять же, на вилке. Потому что в магазинах на меня ничего найти нельзя. Это вот такой топик. С вот такими ставками для груди. Это спортивный бюстгальтер. Я его купила не для того, чтобы ходить в такую митиную тренировку, а для того, чтобы спать в нем, ходить по квартире под маечку. А скажу почему. Я насмотрелась кучу видео от зарубежных видеоглогеров. И все они тоже носят какие-то корсетики, какие-то тоже утягивающее белье для того, чтобы держать грудь в форме. То есть, когда мы спим, не надевая сгальтера, то грудь у нас, грубо говоря, извините меня за прямолинейность, ложится как попало в разные стороны. И это, конечно, способствует растягиванию кожи, потере формы, эластичности. И вообще это плохо влияет на нашу грудь. Я себе вбила в голову, что действительно это может быть. И я сразу же побежала и купила вот такую вещь. Что я вам хочу сказать. Она очень удобная, потому что на теле она не давит, как обычно бельгальтер может иногда натирать, надоедать. Удобно спать. И действительно, грудь фиксируется, и никуда она не денется. Для спорта эта вещь мало подойдет, если у вас большая грудь, относительно большая, то есть больше второго размера, потому что все-таки пружинится, она все-таки будет. Но чем плюс, еще под ней можно надевать бельгальтер. Поэтому приобретите себе вещь. Она стоит тоже копейки, но она очень полезная для нашего здоровья, можно так сказать. И тоже мне очень понравилась. Тоже я ее юзаю просто-просто постоянно. Посмотрите на этот цвет, какой он классный. И мне осталось еще две вещички, которые между собой связаны. Следующую вещичку я купила, знаете где? Вы никогда, наверное, бы не догадались. Я ее купила в супермаркете. Оказывается, в супермаркете тоже есть хорошие вещи. Вот такой шарфик я купила в супермаркете. Может, тот, кто живет в Украине, знает, что у нас в сети магазинов супермаркетов АТВ продаются всякие постоянные шарфики, мальчики, футболочки, детские вещи. И чисто случайно я просто попала на последний шарфик с вот такой расцветкой. Я просто влюбилась в него. Он такой классный. Он так украшает любую вещь, то есть любую верхнюю одежду, любую куртку, пальто. И я просто сразу же взяла и сказала, все, он будет мой. Это, наверное, самый идеальный шарф. Ну, как, да, это шарф. С вот такой расцветкой. И он очень красивый. А с одной стороны вот такой. Ткань у него простая и мне очень нравится. Как вам расцветка? По-моему, классная. И последняя вещь, которую я купила, опять же, в сеттенхенде, я случайно ее нашла. Это был вот такой партишка. Партишка очень классная, потому что на нем вот такие вот классные пыловицы. И вообще она такого солдатского стиля покроя. И у него очень классный воротник. Можно вот так вот классно его защипать. И что я хочу сказать. Полницы тут необычные, не очень прочные, металлические. И с какими-то королевскими символами. Вот. Надпись не видно, но партишка очень хорошая. Я надеюсь, что я в нем буду ходить. Потому что все-таки есть, конечно, этот комплекс того, что Алия не на самом месте. Но я посмотрела, порылась в интернете. И я вам скажу, что там модели ходят в еще хуже в польтах. Поэтому это еще не самый плохой вариант для меня. Вот и все, друзья. Вот столько мне было покупок за последние несколько месяцев. Я надеюсь, вам понравилось то, что я для вас сегодня записала. И я надеюсь, я хоть немножечко развлекла вас в эти холодные вечера и зимние. И если вам понравилось, конечно же, ставьте пальцы вверх. И напишите, какая из покупок или несколько покупок вещей. И вам понравилось больше всего. И я жду вас в следующем видео. И пока!